Опрыскиватель прицепной. Нынешнее сельское хозяйство нереально без автоматизированных процессов. Можно самостоятельно бороться с сорняками и вредителями на даче, однако для орошения больших объемов данный способ абсолютно не применим. Одно из устройств, которое нужно иметь в любом удачник, это опрыскиватель. Имеется огромное количество разных модификаций подобных инструментов, любая из которых помогает разрешать вполне конкретные задачи. Причем при наличии основных знаний и смекалки, опрыскиватель можно изготовить собственными руками. Где применяют? Опрыскиватель считается пульверизатором. Данный аппарат за счет струйного потока подает под определенным давлением сжатый воздух и распространяет небольшие части водного раствора на огромную местность. Дополнительная информация. Данный подход помогает не только мгновенно и результативно обработать поле, однако и сэкономить на расходах всех сопутствующих средств. Распылители в виде прицепа используются в сельхозпроизводстве. Рассматриваемое оборудование потребляется не только сельхозработниками. За счет них осуществляется орошение футбольного поля, а в определенных ситуациях – широких газонов. Разновидности. Нынешние опрыскиватели различаются по многим критериям по способу подачи воздуха, по объему бака, по величине распыления воды, по методике скрепления, по типу распространения жидкости, по назначению. Опрыскиватель прицепной. По способу крепления опрыскиватель навесный тракторный предполагает специальный механизм, применяемый данной. Сельхозмашины для решения стоящих перед производителем проблем. Опрыскиватели для мини-трактора устанавливаются на автомобиль таким же методом. Распылитель такого типа располагает невместительным баком для жидкости и штангой 12-18 метров. Бак может вмещать тысячу литров. Опрыскиватель вентиляторный навесный подойдет для сельскохозяйственных фирм, в том время как домашний фермер способен выбирать более экономный вариант. Среди преимуществ можно выделить отличный маневр совместимости с российскими сельхозавтомобилями. Полную автоматизацию. Обратите внимание, прицепной распылитель различается большим объемом бака 2-3 тысячи литров, что прописано в инструкции. Также еще есть гербицидный опрыскиватель, который применяется для борьбы с сорняками. По типу распределения жидкости распылители разделяются на штанговые, у которых рошение случается за счет гидростатического давления, создаваемого в системе. Можно присоединить вентилятор для садового опрыскивателя, где жидкость распыляется внутренним давлением и струйным потоком воздуха. Опрыскиватель вентиляторный бывает пыльный и туннельный. Подбор его должен осуществляться по схеме посадки высоте растений. По назначению штанговые опрыскиватели предполагают применять для обработки особенного типа сельскохозяйственных культур. Покупать это оборудование советуют тем сельхозпредприятиям, которые сосредотачиваются на выращивании полезных продовольствий. Штанговые опрыскиватели такие распылители по назначению используются в отдельных конкретных случаях и во многом могут пригодиться малым фермерским хозяйствам. Обратите внимание, иные аппараты считаются универсальными, они подходят для обработки целых площадей для посева. Это будет обеспечиваться наличием в комплекте различных распылительных веществ, которые можно замещать исходя из необходимости. Конструкция навесного опрыскивателя. Навесный опрыскиватель на трактор считается стальным сварным каркасом, на котором устанавливается бак специализированной величины, оборудованный нужными рабочими компонентами. В устройство включается аппарат-насос, тара для воды, распылитель со встроенными форсунками, аппарат для заправки, специальные клапаны для предохранения, как самостоятельно изготовить. Для тех фермеров, кто долго находится в сфере сельского хозяйства, первостепенным считается покупка качественного оборудования. Поэтому стоит серьезно подойти к выбору техники, что поможет уменьшить расходы и время на обработку и орошение полевых посевов. Опрыскиватель своими руками изготовленная модель может дачнику выполнить все задачи, которые были поставлены перед сезонным посевом. Также рекомендуется использовать в работе уже ранее купленные детали, которые можно взять в любой специальной торговой точке и собирать. Аппарат по типу конструктора для детей. Изготовленный опрыскиватель обойдется намного экономичнее, чем готовый. Также можно добиваться наибольшей экономии, отыскав использование имеющимся в наличии подручными материалами, компонентами, которые будут сниматься с техники. Потребуется место для раствора, металлическая емкость или бочка из пластика. Трубки из ПВХ круглого сечения, профиль иные детали из металла для приготовления рамы. Уголки из стали с различным сечением. Опрыскиватели. Электрический насос на 12 вольт. Обратите внимание. Электрический насос – самое дорогое устройство в распылителе. Можно приспосабливать для данных целей старую помпу электрического типа или насосную систему от бенгзопилы. Устройство, изготавливаемое и собственными силами, способно помочь орошать огромную площадь посева. В промышленной сфере и на крупных производствах, которые поставляют товары не только в пределах России, но и за рубежом, лучше всего. Воспользоваться более дорогим вариантом. Как выбрать нужный? Обычный садовод на собственной даче может самостоятельно выбирать, своими руками или специальным аппаратом обрабатывать землю. Но сельскохозяйственным предприятиям масштабного уровня стоит подумать о покупке качественной техники. То же самое стоит применять и в решении вопроса правильности собирания самодельной модели опрыскивателя. Это будет выгодно и качественно сделано лишь для фермера с небольшой площадью посева, а крупным компаниям рекомендуется посмотреть обзор лучших распылителей. Качественная техника обзора лучших прицепных опрыскивателей. Опрыскиватель Armazon характерен шириной штанги до 24 метров с объемом бака до 3200 литров. Также они оснащаются резервуарами нескольких разновидностей. Можно сказать, что опрыскиватель Armazon начального уровня, однако отлично демонстрирует себя в работе. Можно встретить Armazon с гидравлическим и механическим управлением. Опрыскиватель Заря – штанговый. Данный опрыскиватель является приемлемым решением для обработки полей. Лучше всего приобретать для маленьких частных хозяйств садов. Опрыскиватель прицепной МТЗ имеет рабочую ширину захвата штанги 12-15 метров. Резервуар – 300-800 литров. Вид насоса – мембрана поршневой. Также рекомендуется покупать садоводом, так как он обладает хорошей ценовой категорией. Опрыскиватель прицепной МТЗ Гвард. Опрыскиватель оснащен комплексом оборудования, обеспечивающим повышенную производительность, надежность, удобство в работе, а также делает его применение экологически безопасным. Опрыскиватель произведен при учете каждых современных требований, используемых к данному типу техники. Римком – опрыскиватель, в основном предназначается для обработки полевых культур специальными химикатами, а также для внесения жидкости и иных минеральных удобрений за счет опрыскивания поверхности. Выполнен по типу одноосного полуприцепа, который соединяется с трактором тягового класса не меньше 1,4. Прицепной опрыскиватель «Джон Дир» прочный, отлично сбалансированный, имеющий двухрычажную подвеску для крепкого продолжительного применения, как поле, так и во время перемещения. Конструкция помогает переносить огромный вес на трактор. Опрыскиватель «Джон Дир» Опрыскиватель навесный «Гаспарда» располагает гальванизированным покрытием. Главные и дополнительные баки изготавливаются из высокопрочного полиэтилена на опрыскивателе «Гаспарда». Все процедуры необходимы для того, чтобы сберечь посевы, сады от вредителей и сорняков. Та же процедура помогает максимально результативно вносить удобрения, требуемые для нормального развития сельскохозяйственной культуры. Интересно, каждый садовод или крупный фермер должен понимать свой особый вклад в развитие сельскохозяйственных культур. Это не только качественное питание всего населения, но и плодородие почв, выращивание одобрений. Распылитель и другая техника являются самым главным помощником в выращивании и орошении сельскохозяйственных культур. С собственными силами, конечно, можно справиться, однако это достаточно тяжело и существует огромный риск в упущении всего урожая. Субтитры создавал DimaTorzok